История КПСС в двух минутах. Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий, предатель, каменьев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали СССР. Но через пару лет оказалось, что каменьев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. И тогда доблецый товарищ Гедрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию. Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик, и сослал Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть Политбюро. Тогда Сталина вынесли из Мавзолея, а Политбюро и прикнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым. Прошло несколько лет, и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя. Потом было еще двое, которых никто и не запомнит и не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов. Но он-то сейчас все исправит. И тут СССР развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем. Вы ознакомились с кратким курсом истории КПСС. Из Сити. Всем пока!